бог благ молодцы всегда скажи вместе со мной бог благ бог благ бог благ всегда аминь вы отвечаете правильно всегда бог не бог не меняется его благость его милость она не изменилась его любовь она к нам не изменилась как две тысячи лет назад иисус пришел для того чтобы мы сегодня имели эту возможность приходить к богу вы знаете самое ужасное то что могло произойти с человеком это через грех через греха падения мы разделились бога мы призваны были к одной цели у нас есть у каждого одна цель мы должны жить в присутствии божьем смотри внимательно как растение которое должно расти под солнцем так и мы должны быть в присутствии божьем вы видели когда-нибудь растение которое растет не под солнцем а в тени или она какое-то ненормальное она нездоровая листья у него могут быть неестественные вы знаете почему наша жизнь неестественно потому что мы ходим не перед богом бог сказал ибо я только знаю намерение о вас во благо а не на зло чтобы дать будущность и надежду он дает нам эту будущность он вкладывает нас и он хочет чтобы мы менялись чтобы мы изменялись согласно его слова некоторые сегодня знают что-то но послушайте я должен иметь общение с ним я должен находиться в его присутствии кто-то говорит я ничего не должен слушай внимательно ты можешь говорить сколько угодно что ты ничего не должен никому знаете но идете в банк для того чтобы у вас была мобилка или машина или квартира берете кредит и долг у вас есть послушайте если вы хотите чтобы у вас было все и чтобы бог вас по-настоящему благословил то поймите вам надо прийти в одно место туда где он есть где двое литро и собраны во имя моё скажи я в нужном месте я в нужном месте я в церкви я в теле вы знаете некоторые говорят церковь неважно ходить послушай внимательно ты ты ходишь в церковь для чего я я хочу наполниться богом я хочу насладиться богом вы знаете я не устал быть в присутствии божьем и я знаю что есть у меня вечность которая будет присутствии божьем вы знаете если тебе тяжело ходить в церковь и приходить церковь то тебе тяжело будет и на небесах значит это не твое место но есть еще одно место знаете какое озеро огненное библия говорит о том что это смерть это состояние отделения с богом люди сами выбирают отделение с богом это не бог избрал вы знаете он когда адам согрешил он звал его адам где ты он не звал его что ты там наделала некоторые его винят во всех бедах жена виновата бог создал адама свое присутствие чтобы он был присутствием вы знаете в некоторых церквях посмотрите у нас в церкви больше братьев я благословен у нас братьев много я благословен эти но сестер тоже много аллилуйя но послушайте бог создал мужчину для того чтобы он был всегда в присутствии божьем если мужик не понимает что он должен быть присутствии божьим он будет тянуть свою жену знаете куда в другое место он вытянул еву из рая потому что не ева вытянула адама из рая вы знаете это кто из вас знает кто из вас это понимает если бы он не вкусил от евы то они боба остались в раю во всем виноват кто ну женщины согласитесь кто что хочется мужик виноват во всем муж ответственность мужчины правда но жена не спасешь ли мужа тоже важно вчера было очень хорошее учение и мы проходили что такое брак если вы не были вчера правда было приятно кто из вас может помахать рукой сказать классно было ребятам не было артем на учении самом не был там было классно потому что было хорошее учение три часа наташа учила и я не заснул вы знаете когда жена говорит ты не обижайся что я так скажу а когда жена говорит то я хочу спать я хочу куда-то заниматься своими делами но знаете как мужчины и тут вдруг дух святой наполнил ее когда человек говорит в духе это это хорошо правда это приятно и мне хотелось слушать она говорила откровение за откровение и и мы в одном духе я рад аллилуйя и она рассказала о конях я понял что вот мы наконец-то эти кони кто не знает вам надо было сходить и послушать я его заинтриговал давайте откроем колоссянам я буду проповедовать сегодня вы знаете меня бог разбудил одной ночью и сказал два слова два слова знаете когда бог говорит одно слово ты уже не спишь а тут два и ты таком замешательстве я понимаю что в моей жизни что-то происходит я проснулся в четыре часа или три часа утра ночью я извиняюсь три часа ночи и я не мог заснуть я начал записывать я начал писать себе что бог сказал и вы знаете когда бог что-то говорит она откладывается твоей жизни вы понимаете что целью каждого из нас является определенное служение ради которого мы живем послушайте плод ваш это не дети и не хорошая семья плод ваш даже не любовь и не доброта потому что это его плод и то что он вложил вас плод ваш это спасение душ каждого из нас когда иисус дает указание своим ученикам марка 16 главе он говорит что идите по всему миру знаете есть такой дисбаланс церкви когда церковь начинает жить сама для себя знаете что такое дисбаланс слово первое которое я услышал это дисбаланс когда мы начинаем жить своими мечтами своими планами у меня есть машина и у меня были колеса которые я долго не возил на балансировку вы знаете что что значит колесом без балансировки там вешается грузок на то место где его масса больше меньше то есть и она балансирует ту массу которая там была и вы я понял и я услышал одну такую вещь что если у тебя нету этого баланса ты не можешь ускоряться ты не можешь второе слово это ускорение бежать павел говорит я бегу как на аристалище вы знаете в нашей жизни бывают разные дисбалансы и мы часто бываем неправильно что-то делаем и я понимаю что вот этот дисбаланс он не дает мне двигаться быстро и что это происходит вы знаете когда утка ли в колесе это происходит то у меня машина дрожит как будто там двигатель хочет вылететь я не знаю из-за чего праве причина ну поеду на балансировку сбалансирует все тише классно кто из вас знает водитель до такое чувство что разваливается машина и тут вдруг тишина едет 160 и хорошо а то до доходил до ста и думал помедленнее спокойно ну медленно тоже хорошо ехать но не всегда ты будешь там где и наметил потому что время бежит тоже быстро нам не нам нужно понять что время бежит тоже быстро и мы должны успеть сделать все мы должны успеть сделать все теперь я хочу говорить о балансировке как сбалансировать себя кто-то начинает балансировать свое здоровье они ходят спортзал качаются павел сказал физическое упражнение а благочестие на все полезно то есть другими словами он говорит что если ты хочешь сбалансироваться то будет благочестив иди покопай к огород бабушки благочестие ты и покопаешь и разменешь ножки помой полы и сделай что-то полезное вы знаете мы часто тратим энергию не на те вещи которые нужны мы дисбалансированы у нас нету баланса поэтому надвигается буря надвигается проблема почему потому что мы неправильно тратим свое время неправильно пользуемся тем что нам даровано от господа у некоторых сегодня есть время и они говорят что у меня еще есть время я завтра почитаю библию у меня есть время я буду завтра строить свои отношения со своей женой она завтра уйдет от тебя если ты будешь вести себя но вы знаете благочестие на все полезно на все полезно что-то нужно сделать своей жизни и что-то нужно поменять самим собой вы знаете есть такое в здоровье человека и это это тоже дисбаланс только это называется вегетососудистая дистония это комплекс симптомам которых не могут объяснить врачи если они что-то хотят сказать это вегетососудистая дистония я врач я знаю и они говорят надо лечить это сном покоем успокоиться но я вам хочу сказать если в твоем организме гормоны твои говорят тебе бежать а ты спишь вегетососудистая дистония усиливать если у тебя вырабатывается адреналин а ты ничего не делаешь вы знаете что это такое это прообраз церкви послушайте внимательно мы можем быть в дисбалансе дисбалансе в каком когда бог говорит что-то нам делать а мы о если бы вы пободрствовали со мной говорит иисус помните то не постигла вас искушение вы знаете часто мы не понимаем но организм внутри нас нервная система вегетативная нервная система так что от иисуса христа то что мы не не видим вы знаете мы можем чувствовать силу в себе это соматическая нервная система работает а есть вегетативная мы ее не видим но она все соображает она все соединяет друг с другом и вы знаете я понимаю что бог ответственно за эту систему церковь и когда он что-то говорит он посылает информацию нам и говорит слушай будь внимателен будь внимателен у тебя что-то предстоит у тебя что-то будет тебе надо будет бежать если ты в это время спишь твоей жизни происходит неправильные нелепые вещи приходит дисбаланс организм сфокусировался на бег у тебя есть цель а ты лежишь когда бог говорит что-то нам наше сердце я этого не делаю я теряю что-то моя жизнь приходит в дисбаланс и некоторые не понимают что они могут сбалансировать сегодня свои отношения с богом и то что у вас происходит проблемы в семье на работе в общении с людьми со здоровьем или еще с чем-то это только ерунда это это даже не самое основное у тебя самый главный дисбаланс ты не выполнил того что бог сказал тебе зачем я болею кто-то говорит для славы божьей дисбаланс нарушен был когда бог вмешался когда он оказался в нужном месте но послушай внимательно если ты не делаешь того что бог требует от тебя и я не делаю от того мой дисбаланс он усиливается я прихожу к такому выводу что христиане впадают депрессии вообще у христиан нет депрессии вы знаете а психиатры лечат только христиан которые ничего не делают суетятся знаете что такое суета я уже говорил это влазить в дела других психология можно исправить некоторые вещи но ты не исправишь самое главное то что бог предназначил основание есть то основание которое было заложено в твоей жизни основание твоего здоровья твоих целей твоих планов и он только знает намерение тебе и намерение твоего блага вы знаете твой организм знает что тебе нужно знаете откуда я это знаю я знаю когда мне нужно попить воды если я сильно перепью у меня начнут болеть почки если я сильно буду много пить но он чувствует когда я хочу пить и если я слышу это если я готов это слушать то я делаю это и исполняю это послушайте я должен прислушиваться тому что говорит бог в мою жизнь самый большой дисбаланс это тот когда мы перестали слышать бога или слушаться потому что твоя жизнь идет наперекосяк твоя жизнь идет наперекосяк давайте откроем колоссянам я уже сказал вторая глава с 18 стиха никто да не обольщает вас самовольным смиренно мудрым дисбаланс приходит из-за самовольного смиренно мудры это не значит что вы не религиозны вы религиозны но сбалансированы ли это не значит что вы не отвечаете но почему вы это делаете на ваши раздражители неправильно смотрите самовольным смиренно мудрым и служением ангелам вторгаясь того чего не видел и безрассудно надмиваясь плотским своим умом и не держитесь главы смотри первое то что нужно сделать это держаться главы ты должен научиться держаться того кто главный кто главный скажи Иисус если церковь это соматическая нервная система и она тоже питается от главы глава может быть и пастыр и служители и кто кто еще но есть еще вегетативное которая зависит о послушайте я хочу чтобы вы поняли что Иисус контролирует Все Él контролирует Твое развитие Он контролирует Твой рост Он контролирует Твое силу Он контролирует Твои знания которые ты получаешь Он контролирует Все Ты это не видишь? Я больше скажу, можешь даже и не чувствовать. И плохо, когда церковь, она перестает чувствовать своего Бога, ощущать Его силу. Они начинают себя самовольно смирять, контролировать. То есть, ходим в спортзал, рвем мышцы. Ко мне пришел один спортсмен, ну, хороший спортсмен, он бицепс себе сорвал. Знаете, каким образом? Просто занимался спортом. А бицепс имеет такую способность. Он уже не чувствует массы, но когда он поднимал штангу, я не знаю, сколько он килограмм сделал, но он много поднял. У него порвалась мышца, порвалось сухожилие, и он стал дисфункционален. Его рука уже не функционировала нормально. Не, он ложку мог поднести, потому что там еще другие мышцы работают. Но у него порвался бицепс. Но послушайте, из-за чего это произошло? Из-за того, что Он взял на Себя больше, чем... Послушайте, Бог никогда тебе не дает больше, чем ты можешь понести. Он говорит, я вставлю тебя в обстоятельства, но я знаю, что ты можешь пройти их. Я знаю, что ты сбалансирован для этого. Понимаете, когда мы доверяемся Богу, в нашей жизни приходит баланс, приходит благословение, приходит сила, когда мы держимся главы. Но когда мы отходим от главы, наша сила функционирует самостоятельно, а вегетативная система работает самостоятельно. И тогда происходят нелепые вещи, неправильные вещи. Итак, не держась главы, от которого все тело составляемое, связано, будучи соединяемо, скрепляемо, растет возрастом Божьим. Я не знаю, как это происходит. Это Господь. Я только вижу вас. И посмотри на своего соседа, улыбнись ему. Я могу видеть соседа, брата, сестру. Я могу видеть тех, которые тоже возрастают в этом. Я могу смотреть за ними. Я могу делать. Но если я не выполняю своих функций, и я не прирастаю, я не расту. Скрепление происходит, когда мы начинаем выполнять свои функции. Правильно. Скажи, я должен быть функционален? Церковь должна быть функциональной церковью. Когда я нефункционален, я дисфункционален. В моей жизни происходят неправильные вещи, нелепые вещи. Я делаю то, что не должен делать. Слушай внимательно. Я не грешу. Но я дисфункционален. Со мной никто не может работать. От меня все сторонятся. Почему было с Иисусом хорошо? Он сбалансирован. О, Он не занимался спортом. Он не бегал по ночам. Он был в общении с Богом. Он имел откровение. Я не говорю, что не полезно. Это полезно. Пожалуйста, занимайся спортом. Но послушай, если ты не выполняешь свои функции, то лучше тебе что-то бросить. Если тебе хочется спать на молитве во время того, когда тебе надо бежать, когда надо молиться, когда надо искать. Вы знаете, всю ночь может просидеть в компьютере, но на молитву не придет. Я не верю в такое. Это дисфункциональность. Ты христианин, но ты дисфункциональный христианин. У тебя нету правильных отношений с Ним. И Он говорит, если ты хочешь роста в своей жизни, настоящего роста, христианского роста, благословенного роста, тебе надо. Отвечать на вызов, который пришел тебе сегодня, через мою проповедь, через откровение Иисуса Христа. Я проповедую всем. Кто-то строит свою семью, кто-то строит свой дом, но послушай, он разваливается. У тебя ничего не выходит, потому что твоя функция не такая, потому что Иисус не говорил тебе этого делать. А что Он тебе говорил? Иди и спроси. Сам спроси. Пастор, что мне делать я буду делать? Слушай, сама спроси. Сами спросите. Я вопросил у Бога, и Он ответил мне. Библия говорит, воззвал к Нему. Что значит воззвал? Воззови, и я отвечу. Итак, если вы со Христом умерли для стихии мира, смотри, мертвый человек что делает? Он не может жить для себя уже. То для чего, как живущие в мире, держитесь? Здесь написано постановление. Правил, которые в этом мире. Психология нас учит определенным правилам. А я вам хочу сказать, вы не по правилам живете. Церковь Святого Духа. Вы вне правил. На вас не работают, не распространяются правила, которые установлены были для всего мира. Если вы имеете связь с Ним, как только ты выходишь от связи, ты перестаешь ходить по воде. Я пример вам приведу. Петр. Смотрит на Иисуса Христа, который идет по воде, но он его не видит. Это было темно, и они спрашивали, ты ли это? Скажи нам. Помните? И если ты это, то скажи мне, и я пойду к тебе. И он сказал, он шел на слово, он не шел на то, что он видел. То, что ты видишь вокруг себя, оно всегда близко. То, что всегда ты видишь, оно близко, но цель твоя, она всегда дальше. Цель твоя намного дальше. И я вам хочу сказать, то, что ты видишь, оно намного сложнее увидеть, потому что то, что он говорит тебе, то, что он тебе хочет дать, то, что он хочет тебя благословить, оно всегда может быть и невидимо. Когда еврейский народ выходит из рабства, они идут в землю обетованную, они не видят то, что они идут, им надо было войти в это. чтобы увидеть. Ты пока не войдешь туда и не увидишь. Я вам хочу сказать, вы не сможете прочувствовать на себе те благословения, пока вы не пройдете определенный этап своей жизни, пока вы не поверите, не начнете делать, пока ты не сделаешь, ты не получишь. Вера действует именно так. Кто из вас знает? Вера без дел. Вера действует именно так. Ты идешь на ощупь, ты идешь вслепую, у тебя есть страхи, которые ты видишь, у тебя есть проблемы, которые ты видишь, у тебя есть то, что рядом возле тебя, у тебя есть зло, которое восстает на тебя, но ты говоришь, я пройду, я выйду из этого. И вот это говорит тебе, что ты все можешь, все могу в укрепляющем меня. Откуда у него сила? Чьей ты силой это делаешь? У меня есть имя Иисуса Христа, которого вы даже и не знаете. Я могу рассказать о нем, чтобы вы тоже стремились к Нему, чтобы вы тоже бежали к Нему. Слушай, твоя функциональность зависит от Иисуса Христа. Скажи, от Иисуса. Аллилуйя. Давайте дочитаем. Вы живете и держитесь тех постановлений, не прикасайся, не вкушай, не дотрагивайся, что все истлевает о потолблении, не дотрагивайся, что все истлевает от употребления по заповедям и учению человеческому. Тут написано, как тело выходит через все равно в туалет выходит. Вы понимаете, что все это для одного. Все ради желудка, труды наши и ради того, чтобы у вас было все. Но, если вы почитаете Сидрак, Мисак и Абдинага, когда они были у наукодоносора, они не кушали со стола его, потому что они не должны были есть с посуды, которая была в Доме Божьем. И они питались только фруктами и овощами, потому что мясо им не было доступно. и мясо это было жертвенным еще. Они питались фруктами. И знаете, они стали тучнее и лучше и красивее всех остальных. Кто это сделал? не фрукты, Бог. Не их питание правильно, а Бог. Вы знаете, когда Бог питал еврейский народ манной, Он хотел их сбалансировать. Скажи, там все было? Слушай внимательно, если ты будешь кормиться одним и тем же продуктом, но будешь молиться и там будут все витамины. Вы сейчас много читаете о сбалансированном питании, как себя вести и так далее. Слушай, у меня на это нет времени. Скоро Иисус придет. Вы балансируете в том, что не нужно, но мы должны сбалансированы быть в служении. когда я иду и следую за этим, то, вы знаете, у меня не бывает времени. Иисус сказал, да у меня и головы преклонить негде. Я не могу и поспать. Вы знаете, у Него и сна не было, но при этом Он был всегда готов дать ответ у требующих от них. приходишь, когда ты и выспался, и все, и у меня витамин нос свесенний. Не прикасайся, не вкушай стихии мира. Что все и сливает от этого. Имеет только вид мудрости самовольному служению. Смиренно мудрее и изнурение тела. И о некотором небрежении, а насыщении плоти. Самовольное смиренно мудрее. Самовольное служение. Изнурение тела. Скажи, Бог не хочет, чтобы мне было тяжело. Знаешь, когда Он зовет тебя на ночную молитву, Он говорит, Он не хочет, чтобы тебе было тяжело. Понимаешь? Он не хочет, чтобы тебе было сложно в твоей жизни и всем остальном. Если ты пришел на служение, Он хочет тебя взбодрить, изменить, благословить, наполнить, дать силу. Бог тот же. Когда они приходили к Иисусу, их тянуло, притягивало, Он был сбалансирован во всех отношениях, Он ночью молился, служил людям. Вы знаете, самое интересное, то, что происходило в его жизни, это происходило, потому что он был в балансе Божьем, но у него была цель. Скажи, если у меня нет цели, я не могу быть сбалансирован. И тебе надо поставить правильную цель. Первое, эта цель должна быть большая, должна быть великая, должна быть дарованная Богом, цель, которую Он установил. Я вначале говорил, моя цель это спасение душ, но это в абстрактном понимании. Моя цель это город Борисполь. Ты можешь войти в ту же цель, как мы входим в Иисуса цель, правда, спасения, но послушайте внимательно, если ты вошел в эту цель, то ты должен и служить этой цели, спасение душ не отнимается. Скажи, я должен спасать. О, я спаситель, слава Иисусу. У нас есть цель спасения душ. Правда? Каждый человек, который должен с нами разговаривать или говорит с нами, он должен стремиться к тому, чтобы побывать в церкви, покаяться, прийти к алтарю и пробыть здесь с нами вечность. потому что на небесах тоже будет церковь первенцев, которые славят его, он будет забирать свою церковь. Скажи, сбалансирован и имеющий цель, цель устремлял. Смотрите, ускорение может быть только тогда, когда ты видишь эту цель, когда я вижу эту цель. Я не смогу ускорить свой шаг, если я не увижу дело этой цели. Вы помните, Петр, который тонул, о котором я говорил, он увидел что? Свои проблемы, свою боль, свое несчастье. Вы знаете, сколько сейчас проходит людей несчастья, сколько в церкви несчастных людей, вы знаете, сколько у меня несчастья и проблем, но у меня есть. И я не смотрю на эти несчастья, и я никому не жалуюсь об этом, никому не рассказываю об этом. Знаете, почему? Чтобы, когда Петр подходит к Иисусу, и он говорит, слушай, посмотри и пожалей себя, начни говорить о своих проблемах, знаете, что он говорит? Отойди от меня, сатана. Сбалансирован, телеустремлен, ускоряйся. Я должен ускориться до такой степени, что за мной должны бежать, за мной должны стремиться, ко мне должны подтягиваться. Ты должен так же делать, ты должен стремиться, чтобы на тебя были похожи. Иисус, Он стремился, Библия говорит, Он шел и направлял свой путь, Иерусалиму. Он шел к цели, Он шел к цели. Они не поспевали за Ним. Знаете, сколько человек дошло с Ним до Иерусалима? Ну, на праздник 12 к Христу подошел один. Ну, кроме женщин. Из избранных, выбранных. Там был только Иоанн. И Он говорит, слушай, мне приходится спускаться с небес, опускаться на их уровень снова и 40 дней их учить, чтобы они были сбалансированы. Церковь должна прийти в баланс. И 12-го они выбирают, знаете, для чего? Чтобы баланс наступил, чтобы этот баланс сделал то, что должен был сделать. И после этого сходит Дух Святой. Вы знаете, единодушно вместе это в балансе. Церковь в балансе. Аллилуйя. У нас сегодня причастие, это хорошо. Ну, хотел еще одно сказать. Давайте откроем Луки. Иисус утруждается от пути. То, что я выше говорил, Луки, 10-я глава, 38-й стих. Продолжение пути. Пришел он в одно селение. Здесь женщина именем Марфа приняла его в дом свой. И у нее была сестра именем Мария, которая...